всем привет вы смотрите канал финты wordpress а и с вами на связи как обычно артем абрамович сегодня у нас очередная серия по переносу html в тему wordpress а до создание тема wordpress из готовых там и и сегодня мы завершим наконец нашу шапку напомню что мы до этого уже сделали и настройки добавили всплывашки сделали но в общем красоту навели сегодня нам осталось только сделать меню такое которое будет динамическое и поправить разгрести бардак со скриптами давайте этим мы займемся и так вот у нас начинается наше меню на ну как видите оно должно быть липким ну то есть прилипать да но так как у нас со скриптами бардак будем по ходу наших всех этих дел будем разбираться и со скриптами что все это отрабатывал нормально да для того чтобы у нас это меню было динамическим да и чтобы можно было использовать настройки именно вот этого меню вот именно вот эти настройки нам необходимо использовать функцию vp nav menu если я правильно помню как она правильно обзывается на я правильно помню как она называется функция называется vp nav menu если вы помните мы меню зарегистрировали вот же у нас меню 1 до называется при море вот это и есть наше меню мы его просто нигде еще не вывели и мне не нравится что он обзывается меню 1 давайте обзовем ее при море так есть это обновили теперь опять идем сюда давайте так используем vp nav menu вот у нам выдается уже практически готовый шаблон да то есть здесь пишем аргументы здесь у нас аргумент при море чтобы не ошибиться в буковку давайте скопируем так а давайте просто проверим до что у нас получится то есть если мы видим при море вот это меню и посмотрим что у нас получается ну чисто для наглядности да ну вот видите да вот она у нас вылезла страница давайте меню просто настроим обозначаем что это у нас при море можно сказать по-русски писать название и здесь давайте посмотрим ну да вот наше меню вылезла она и вот наше собственно меню давайте посмотрим как формируется меню то что мы сделали так начинается контейнер меню следующее идет меню так этот контейнер у нас это у нас вот эта штука да а у нас вот она меню называется меню слаг контейнер дальше в нем идет идет маркированный список и улки соответственно наша задача подогнать все вот эти классы к нужным нам данным и так что мы делаем давайте обернем сразу начнем танцевать вот отсюда да то есть чтобы нам работать только с элементами на волна соответственно берем прям вот эту штуку и копируем вот сюда даже вот сюда есть теперь нам нужно получить наш класс сф-меню в улки до запихать что нам выводит наша функция она нам бывает айди меню и название меню и класс меню до соответственно так как у нас здесь класс должен быть вот такой вот сф-меню соответственно здесь мы его и ставим класс сф-меню значит вот эти данные нам не нужны причем здесь можно пустые пробелы поставить чтобы он ничего не выводил и обратите внимание да у нас есть дата тайт мы здесь его тоже можем добавить в этом брат то есть в обертку именно наших блоках принципе здесь у нас еще есть такая штука как колес актив ну то есть это я так понимаю активный элемент да то есть та страница на которой мы находимся но в данном случае скорее всего будет проще делать не актив а именно ну посмотрим здесь скорее всего связано с версткой но так так-то wordpress генерирует именно те ты нужные классы для текущих страниц и они как правило вот смотрите до курин пейджи там то есть есть все эти классы и все это дело генерируется ну давайте посмотрим что у нас сейчас получилось есть вот наша собственно меню и так что касается класса актив да кто того который вот этого который у нас должен применяться к текущему элементу соответственно в скрипте у нас подключается вот этот ордена в бар скрипт хитрый в котором используется собственно наш классы актив вот они ведь да можно конечно попробовать поменять классы актив на текущий элемент но их тут вообще довольно много эти дату я не везде тут используются соответственно мы пойдем другим путем функции в панов меню существуют собственные фильтры я не зря здесь открыл да вот существует фильтр на в меню css класс соответственно которые с помощью которого можно отфильтровать нужный нам класс и заменить на свой давайте собственно это и сделаем итак открываем файл functions и давайте использовать фильтр add filter так фильтр у нас обзывается вот это на в меню класс да можно про вот это все копировать здесь название функции у нас будет ну не знаю давайте в какой-нибудь префикс используем да есть так фильтр есть теперь надо написать функцию функцию у нас будет обзываться вот так вот и что мы пишем в этой функции во первых у нас в эту функцию приходит какое-то значение то есть ну вот видите до переменной которая приходит массив вппост текущий то есть элемент аргументы и так далее у нас должно подаваться в функцию два значения переменный класс и переменной ну пусть будет и там тут название переменная не так важно важно как мы это все будем использовать и так как у нас значение переменно это массив соответственно надо его отфильтровать то есть нам надо получить значение массив и заменить на свое итак для начала давайте проведем проверку да то есть найдем то есть пишем если у нас в массиве существует current menu item ну то есть значение именно текущего текущий класс тогда мы его сравниваем со значением того массива который у нас приходит собственно функцию соответственно если у нас условия выполняются тогда мы значение переменной в наш массив мы тогда меняем значение ну так как у нас здесь массив да тогда мы в этом массиве вот это значение меняем на нужное нам а нужное нам это у нас значение актив насколько я помню да ну по крайней мере так должно сработать ну и возвращаем функцию нашу переменную классов в принципе все давайте проверим как это работает ну десная вот эту штуку опущу вот так потому что мне привычнее когда фильтры идут после функции здесь обновляем здесь сохраняем и здесь давайте обновим и посмотрим оба на смотрите как круто да все работает все классно и теперь если мы посмотрим какой у нас элемент вот у нас видите да он отфильтровал то есть он нашел в нашем массиве нужный герн питы и там до нужные элементы добавил просто еще один класс и у нас все заработало и так активный элемент мы сделали осталась еще одна проблема на проблема в том что не выводится вложенное меню то есть они вроде бы есть да если посмотреть здесь день тут были то ну да видите то есть элемент это есть выводится не выводится ну скорее всего это связано именно опять с нашими скриптами у которыми тут хреново гора ошибок выдается вот не люблю я вот это вот дело когда вот такой бардак со скриптами поэтому ну давайте уж коли такое длинное получилось видео ну давайте порядок небольшой наведем и так давайте посмотрим что у нас здесь творится со скриптами точнее с подключением так мы подключаем файл скрипт подключаем его после jquery и внизу воды давайте тогда просто перри подключим наши файлы нормальным способом и так копируем добавляем и нам нужен вот этот файл jquery rd navbar да есть мы его подключили обзовем его rd navbar сохраняем и здесь у нас вот эта штука нам уже не нужна поэтому мы ее пока мы закомментируем соответственно второе вот это вот super fish это насколько я помню именно вот этот скрипт отвечает именно за правильную работу вывода меню соответственно давайте его тоже раздельные подключим ну я знаю ребят вы сейчас можете сколько угодно говорить но я знаю что все это дело сегодня делает совершенно по-другому и все эти штуки подключаются уже не используя скриптов ну такая тема я что сделал представьте как будто вам дали такой макет уже сверстанный вот тут так вот верстальщик сверстал тут уже ничего не сделаешь так это мы тоже комментируем ну и давайте проверим что у нас получается так активные элементы работают и он здесь говорит что здесь какая-то ошибка видите да то есть ошибка не используя то есть нам нужно поправить сами файлы именно super fish вот этот вот и джек вере на rd navbar но это связано я скорее всего думаю что это связано именно с правильностью подключения именно wordpress ну вот заработала соответственно требуется то есть мы я перри подключил файл во первых functions то есть отдельно не через общий файл скриптов да это раз и во вторых файле jquery rd navbar здесь добавил jquery а в super fish добавил здесь именно тоже jquery jquery вот было вот так вот то есть знак доллара я заменил на jquery в принципе это связано именно с безопасно работать jquery именно в wordpress но здесь тоже самое здесь было вот так вот знак доллара заменил название jquery в принципе смотрите все заработало вот она вылезает меню и здесь тоже она вылезает все красиво ну давайте наведем порядок чтобы она в последующем не запутаться и так здесь у нас все красиво все понятно хидри теперь давайте тоже бардак приберем это нам не требуется вот этим элементом д по аргументам можно указывать глубину вложения 0 означает то есть все все уровни а так можно поставить например один или два уровня то есть на это я уберу это пока оставляем как есть и вот это меню нам уже не требуется есть остался еще один только момент когда у нас меню не липкая то есть если посмотреть исходный элемент да смотрите динс она вылезает но это опять же связано со скриптами ну давайте уж под занавес поправим этот скрипт насколько я помню именно за эту штуку дастик контейнер отвечает какой-то здесь вот он элемент то что здесь за за комментирована то есть но опять же то же самое да тм стикап gs тоже надо его подключить по уму ну и здесь сразу функцию проверим до чтобы ошибок не было так сохраняем и здесь вот это дело нам не требуется давайте проверим что получается пока ничего не получается похоже мы не активировали этот элемент дыдыш смотрите как классно да то есть смотрите вот она у нас активированный элемент можно даже сразу его добавить не здесь ну вообще активацию конечно именно таких скриптов лучше делать в нужных нам частях сайта то есть куда у нас есть отдельный файлик gs да то есть где мы подключаем все наши вот эти штуки ну пусть он туда здесь и будет еще раз проверяю дыдыш смотрите какая красота красота все работает все пашет все отлично длинное видео сегодня получилось ну тут уж извините зато разобрались со скриптами много чего сделали добавили новые настройки выявили страницы ну то есть мы с вами молодцы сегодня на этом я с вами завершаюсь если есть вопросы пишите в комментариях те кто не владеет css html обязательно пройдите курсы на html академии а у меня на сегодня все спасибо что смотрели спасибо что досмотрели до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока